Всем привет, вы смотрите канал Gamebrick И сегодня у нас очередной обзор на солдатиков из Китая Очередной пак, чем-то пересекающийся, ну даже во многом пересекающимся С предыдущим моим обзором Здесь также представители армии Китая Флаги, 4 фигурки И с другой стороны 2 солдата армии США В наборе и того получается 6 фигурок В том паке было 8, ссылочку на обзор я кину Вот тут действительно похожие вот эти фигурки Тут 4 китайских солдата, там было 8 китайских солдат И вот эти торсики мы уже видели Но там не было вот этих данных двух товарищей Давайте с них и начнем С этой фигурки Солдатик армии США У него пара гранат на разгрузке Сзади рюкзачок В комплекте именно к нему, видимо, шел вот этот тут Гранатомет М79 По крайней мере, похож очень И вот такой гранатомет М72 Его можно тут открыть В принципе, похож на 10 кем 72 Другой ничего похожего я не нашел Ну, соответственно, тут гранатомет Тут гранатомет, тут две гранаты В общем, такой гранатометчик Каска Спринтон Камуфляжная сетка Единственное, что вот минус вот этих касок Как вы видите, достаточно Вот выступает эта труба На которую вставляется пупырышка В общем, получается, что сидит она очень высоко Если бы вот эту часть спилить Сделать ее, ну, реально пару миллиметров ниже Каска бы села на голову минифигурки поглубже И было бы более аккуратно Но вот получается так Плюс к нему шла вот эта разгрузка с рюкзачком Такого зеленого цвета Давайте сейчас оденем даже Если голову получится снять Такая вот разгрузочка Получается вот такой рюкзачок Рюкзачок можно снять И сюда, например, цепануть фляжку В комплекте были фляжки В общем, достаточно много их Семь штук На шесть солдат Семь фляжек Можно ему две, например, прицепить Таким образом можно разгрузку Прицепить фляжку Давайте вернем рюкзачок на место Такая вот фигурка получается Также в пакетике с ним было такое небольшое укрепление И вторая фигурка тоже Из армии в США Шевроны, видимо На цепке Их жетоны И знак отличия на каске Две галочки Для птички таких-то вроде бы как капрал Но могу ошибаться Что значит эта звезда, не знаю Каска также сидит Немного высоковато Причина, по которой я вам показал Из-за чего она так высоко сидит Там вот Слишком выступает Эта часть, на которой Которая одевается на голову Ну и зайдет вот такая сумочка Ему предложили дать М3 Ну и также у него есть Вот такая вот разгрузочка С рюкзачком, как мы так что видели И вот такой вот бронежилет Можно ему, например, надеть бронежилет Ну и сзади также можно рюкзачок нацепить Так, с этими двумя фигурками разобрались И теперь быстренько посмотрим С рядовых, видимо, армии Китая Вот такая вот фигурка Но они все похожи Отличаются телами Ножки в данном случае одинаковые В предыдущем паке ножки тоже отличались Отличаются телами, головой и головным Убором Такие вот четыре фигурки Как вы видите, здесь нету шапки-ушанки Без козырька Либо с козырьком, либо с опущенными ушами В том паке была Без козырька Но всего одна штука Также у них есть разгрузочка Которую можно использовать, например Для самоделок по теме афганской войны Потому что похожие вещи и в наших были Так, как дословно называться не будем Потому что данное слово не стоит использовать В ролике Но вот в комментариях к предыдущему ролику Мы это обсуждали Получается тут их шесть штук целых Ну да, вот шесть штучек Сзади такие вот вещмешки Четыре штуки крепятся И одна рация Причем забавно получилось, что Вот эти вот Разгрузки имеют Пушки на разном расстоянии друг от друга Например Рацию Такой не цепануть Ее можно только вот на этот надеть Прицепить сзади И тогда нормально все вставляется То есть такая рация есть в комплекте И получается целых Шесть комплектов разгрузки Ну круто Тут получается шесть, тут два Еще и бронежилет То есть вот Разгрузки здесь не пожалели Хотя в предыдущем пакете Было восемь человечков Там вот не хватало кому-то Также небольшие вот такие укрепления Из мешков с песком Темно-зеленого И такого темно-песчаного цвета Пару флагов Китайских, американских нету Из оружия Так же как в прошлом паке Вот этот вот Пулемет японский Тип-92 Тайп-92 Вот этот чешский СЗБ-26 ПШ Пару штучек Со съемным магазином Дегтярева Тоже две штуки Пять топоров На шесть фигурок Причем тут часть Вот то, что к американцам шла Она шла чисто черного цвета Литники были Ну и соответственно сам пластик К нашим вот такого темно-серого Черного мне больше нравится Как-то более аккуратно выглядит Дальше шли пистолеты Четыре штуки Тоже видите цвет Разный Черный и темно-серый Ну тут еще Антонат уже показывал Штыки Вот пара классных ножей была Налитники Таких вот С зазубринами С отверстием Такие классные тесачки Целая куча гранат Пару вот таких еще гранат Чуть-чуть отличаются Тоже и по цвету И по размеру Пара таких вот гранат была В общем всякой мелочевки Палка непонятная Типа доты подрывать С взрывчаткой Наверное Могу ошибаться Вроде бы и все Как я сказал Семь фляжек Четыре бинокля Два запасных магазина Диска Да Все Обо всем рассказал Вот такой вот наборчик Не могу однозначно сказать Лучше он того или хуже Здесь конечно есть два американца Но здесь шесть фигурок Там восемь Пару же более-менее сопоставимы Этот стоит подешевле Ссылочка где купить В описании К ролику будет там внизу Вот с такими американцами Есть еще тоже пак Где чисто восемь фигурок Американцев Скорее всего я его Наверное куплю И тоже будет обзорчик на канале А еще забыл Вот такой вот пулемет Такого не было в компайке Ну похож на браунинг Американский пулемет Все На этом я с вами буду прощаться Оставляйте ваши комментарии Подписывайтесь на канал Естественно Лайки Пальчики вверх И приходите к нам в музей До скорой встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok